Привет всем любителям бокса, вы на канале Boxing1867, с вами я Александр и давайте сейчас вспомним о таком боксере как Майкл Спинкс. Майкл Спинкс был чемпионом IBF в супертяжелом весе, до встречи с Майком Тайсоном он был непобежденным, он провел 32 боя, у него 31 победа, 21 победа нокаутом и лишь одно поражение. Поражение нокаутом в первом раунде от Майка Тайсона. После данного поражения он закончил карьеру и вопреки распространенному мнению, что Спинкс ушел на пенсию и попивает коктейли, Майкл Спинкс прекрасно живет на деньги, которые он заработал на ринге, а он заработал на ринге 24 миллиона долларов. Вопреки данному мнению это все ошибочно и довольно таки не так радужно, как многие думают. Я имею ввиду, что в принципе так и было, но всего лишь до 2011 года. В 2011 году умер менеджер Майкла Буч Льюис и все изменилось. Сейчас я объясню, почему смерть данного человека все изменила для Майкла. Получается, что вместо того, чтобы отдавать Майку все заработанные деньги, которые он заработал на ринге, он пообещал оплатить все расходы Майка на жизнь до конца его жизни, так как он это делал, когда у Майкла была карьера. Он занимался всеми расходами, Майкл об этом не думал, он думал только о тренировках. И знаете, все шло нормально, пока не умер Буч. Наверное, Буч думал, что Майкл умрет быстрее него, но оказалось наоборот. И одним из распорядителей имущества Буча Льюиса стал Роберт Джонсон, основатель Бэт Интертеймент. И знаете, когда умер Буч, ежемесячные выплаты, которые он выплачивал Майку, внезапно прекратились. Естественно, Спинкс подал в суд на поместье Буча Льюиса, на его исполнителей, которые сейчас заведуют этим всем. И оказалось, что Буч неправильно распорядился этими всеми деньгами, которые Спинкс заработал на ринге. Он использовал большую часть данных денег для оплаты своих личных счетов и расходов. Также для оплаты расходов членов своей семьи. Имущество Льюиса, естественно, было арестовано и оценено всего лишь в 8,5 миллионов долларов. Хотя было 24 миллиона. Естественно, эти деньги не лежали где-нибудь под матрасом. Они были в ценных бумагах, в акциях. И, естественно, это намного меньше той суммы, которую заработал Спинкс. Майк утверждал, что из-за прекращения выплат ему выписали долг, который был в размере... То есть накопился долг в размере 50 тысяч долларов. И ему пришлось доставать какие-то там заначки свои, которые он отлаживал там, не знаю, на пенсию, на смерть. Не знаю, в Америке отлаживают на смерть. Чтобы выплатить долг, остановить вот эту финансовую катастрофу. И в результате он понес также финансовые неустойки, штрафы. У него были большие проблемы с налогами. В конце 2012 года дело было близко к завершению. Однако не все так просто. И по состоянию на 2021 год... Сейчас не знаю, может, все изменилось. Но по состоянию на 2021 год дело так и не было урегулировано. Потому что не удалось найти все деньги. Естественно, у семьи Буча денег не оказалось. И не было где их взять. Сегодня состояние Майка оценивается примерно в 5 миллионов долларов. У него, в принципе, хороший дом в Делавере, куда он переехал, кстати, чтобы быть поближе к Бучу. Его дом занимает территорию в 5 акров. Он имеет 7 спален, не считая комнаты для гостей. Сам же Майкл... Ну... Его еще можно увидеть на крупных боях в качестве зрителей. Его друзья и близкие описывают его как хорошего парня. Правда, немного сдержанного и скромного. Жаль, что большинство зрителей, большинство любителей бокса запомнят его именно по последнему бою. Когда он был именно нокаутирован Майком Тайсоном за 91 секунду первого раунда. Это было его единственное профессиональное поражение. Майкл, бывший морской пехотинец США, как и его брат, он выиграл титул чемпиона мира в среднем весе на Олимпийских играх 1976 года. Также он выиграл титул чемпиона мира в полутяжелом весе в 1981 году. Защитил титулы 10 раз. Также он был абсолютным чемпионом в данном весе. И прежде чем одержать победу решением судей над великим Ларри Холмсом за титул чемпиона в супертяжелом весе, он еще и трижды успешно защитил данный титул. В том числе нокаутировал в пятом раунде довольно мощного на то время Джерри Куни. Но в итоге был нокаутирован Майком Тайсоном. Майклу Спинксу сегодня 67 лет. Он иногда выступает перед школьными группами, перед спортсменами начинающими. Он владел четырьмя боксерскими титулами. И он часто говорит детям, чтобы они всегда следовали за своей мечтой. У него прекрасная жизнь. У него нет необратимых каких-то физических травм после спорта, как у некоторых боксеров. И кажется он находится в гармонии с самим собой. Его профессиональный рекорд, как я и говорил в начале видео, 32 боя. 31 победа при 21 нокауте и 1 поражение. Майкл Спинкс член зала славы полутяжа, добившийся успеха в другой весовой категории, не в той, в которой его все запомнили. И он был одним из величайших бойцов в истории. И он такими остается. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Надеюсь, данное видео было вам интересно. Я буду побольше записывать таких видео, потому что мы должны помнить обалденных, классных боксеров, бойцов, которые были когда-то. Потому что многие любители бокса знают только нынешних боксеров. И это, в принципе, нормально. Но я считаю, что нужно немного рассказывать и о боксерах прошлого. До скорых встреч. Пока.